На заседании Кабинета Министров Республики сегодня рассмотрели госпрограмму развития сельского хозяйства и сельскохозяйственного рынка на 2013-2020 годы. Она является логическим продолжением предыдущей и предусматривает заметное увеличение господдержки аграрного сектора. Подробнее в нашем сюжете. С начала действия нацпроекта развития агропромышленного комплекса в сельском хозяйстве Чувашии произошли серьезные изменения. Несколько цифр, которые привел глава Минсельхоза, наглядно проиллюстрировали это. Меры государственной поддержки вызвали приток частных инвестиций в сельскохозяйственное производство. И сегодня совокупный инвестиционный портфель составляет более 35 миллиардов рублей и обеспечивает темпы развития и модернизации агропромышленного комплекса. Всего за последние годы было построено 143 объекта животноводства. Наиболее интенсивное развитие получило это молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Заметным результатом господдержки и частных инвестиций стал рост производства отрасли. Наиболее важным результатом за последние 7 лет считаем, что рост хозяйственного производства 27,2%. И это все гарантирует продовольственную безопасность Чувашской республики. Генембрия по основным видам продовольственной продукции, таким как молоко, молокопродукты, мясо, мясопродукты, яйцо, картофель и общие потребности населения, сколько полностью обеспечивается за счет собственного производства. В новой программе все основные направления будут сохранены, но объемы господдержки вырастут. Обещания, даваемые в течение последних лет, пока шло обсуждение перспектив аграрии в связи с вступлением в ВТО, власти намерены выполнить. В нашей программе речь идет об укрупнении субсидий с последующими прямыми выплатами сельхозтоваропроизводителям. Размер ставок субсидий будет рассчитываться на гектар посевной площади с применением индекса, учитывающего биоклиматический потенциал территории и состояние плодородия почв. Ощутимым стимулом для развития молочного скотоводства станут новые субсидии производителям молока, при условии, что оно не ниже первого сорта. На компенсацию части затрат по страховым платежам сельскохозяйственных животных. Также предусматривается продление сроков субсидирования инвестиционных кредитов в мясопереработке до 15 лет. Увеличится бюджетное софинансирование затрат на уплату процентов по кредитам или займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями. Общий объем финансирования государственной программы до 2020 года – 70,5 миллиардов рублей. При этом 35 миллиардов из внебюджетных источников, 19 из республиканского бюджета, 15 миллиардов рублей из федерального. Эффект – увеличение сельхозпроизводства на 25%, пищевых продуктов на 42%. Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15%, рост заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году в два раза, то есть до 19 тысяч рублей, также предусмотрены программы. Республиканская программа является составной частью госпрограммы развития сельского хозяйства и сельскохозяйственного рынка, утвержденной правительством России. Ее действие начнется с января 2013 года.